Добрый всем вечер! У нас 6 часов вечера, я бегу по делам. Пока есть у меня время, перебежками бегу, то могу что-то сказать, рассказать, снять вечерний ролик. Спасибо большое за ваши комментарии. Всех хороших, добрых людей я комментарии читала до того, как я их закрыла. Ну, а потом началось всё как всегда. Акцентировать на это внимание не хочу, всем нормальным, добрым, адекватным людям. Спасибо огромное за то, что вы их написали, я это всё читала. Вообще очень ценю всех своих дорогих, хороших, нормальных подписчиков, зрителей. Спасибо за рецепт добавлять несколько ягодок калины в чай. Это действительно, вот правильно, нужно и клюкву есть, и калину. Ну, калина более доступна в нашем регионе. И я прочитала то, что не нужно класс кипяток, и можно добавить мёд. Также спасибо, так и сделаю. Нужно попробовать. Я Амирану ещё ни разу калину не давала, а Нора раньше в детстве пила. Кстати, когда болела, я делала ей такой чаёк. Также было очень много вопросов, что я подняла очень важную тему по поводу туберкулёза, по поводу того, что многие стали спрашивать, если в Украине у нас вакцина БЦЖ, делается ли она в роддомах деткам грудным. Я хочу ответить действительно на этот вопрос, потому что это важно. Я не знаю, как было раньше, раньше, наверное, это всем делали принудительно, но сейчас. Я мама двоих детей. Я сначала родила Нору в 2010 году, в 2020 Амирана. И хочу вам сказать по поводу вакцины БЦЖ, что первый раз в 2010 году, что второй раз, пока я не сказала. Ну, то есть меня спрашивали, вы будете делать вакцину или нет, или вы отказываетесь делать вакцину. Я так поняла, что из всего очень многие мамы сейчас отказываются в Украине делать вакцины. И поэтому я, естественно, написала заявление, что я буду делать вакцину первый раз и второй. У меня дети привиты от всего, что нужно по законодательству. Ну, в принципе, все те же. Все то же самое, что и было во времена моего детства, во времена вашего детства. Все, в принципе, ничего, я думаю, не менялось. Все тоже гепатиты и от кори привиты, и от чего там еще. В общем, от всего, от чего надо. Да, естественно, БЦЖ еще прямо в роддоме и нору прививали, и амирана. Но очень многие сейчас, понаслушавшись пропаганды, не прививают сознательно своих детей. Они считают, что прививки – это зло, не нужно прививать своих детей ни в коем случае, что садится иммунитет. И очень часто мне подобные, подобного рода комментарии пишут под видео. Даже вчера, вот, когда я рассказывала, что амиранщик заболел, многие написали, что… Ну, не многие, но были такие комментарии, когда писали, вы сами виноваты, потому что ты посадила своим детям иммунитет. Нор, пошли потихоньку. В общем, я сама посадила детям иммунитет прививками, и амиран слишком часто у меня болеет. Ну, я так понимаю, что люди вообще не понимают, что такое слишком часто болеет. Слишком часто болеет – это когда все время лежат в больнице с разными детскими заболеваниями. Ой, Нора, это сейчас такое было, это капец. Я пока разговаривала с вами, вступила в лужу. Нора хохочет, хохочет. Сейчас скажет недоблогер. Ненавижу, кстати, слово блогер. Не знаю, почему меня выбешивает. Я себя к блогерам, кстати, не отношу, и блогерам себя не считаю. Я себя считаю, у меня совершенно другой род деятельности, если я все-таки считаю. Хоть можете там говорить барахольщикам, антикварам, но не блогерам. Это сейчас такой промежуточный этап в моей жизни. Видеодневник. Как будет потом, я не знаю. Я не уверена, что это останется со мной на всю жизнь. Так вот, то, что детки болеют, детки болеют не от прививок. В детском возрасте дети должны столкнуться с определенными вирусами. Должен вырабатываться иммунитет. Вот те, кто ходят, кстати, в садики, они потом меньше болеют в первом, втором, третьем классе, чем те детки, которые не ходили в садик вообще. И я не ходила в садик ни одного своего дня. Меня в садик не отдавали. У меня мама сидела со мной дома, а папа работал в тот момент. Поэтому я в садик не ходила. Наверное, единственная из класса, из своего. Я пришла в школу, конечно. Я не могу сказать, что я очень часто болела. Но я болела ОРВИ различными. Я помню, как я в зимние месяцы не посещала школу из-за того, что болела. Поэтому вот так. Вот как-то в Украине, конечно же, прививают детей. Но зачем ввели такой закон, мне это непонятно. Вот есть детские обязательные прививки. Тем более, если ребенок здоров. Я понимаю, что есть противопоказания к прививкам. Такое тоже существует. Я отдаю себе в этом отчет. То, что есть противопоказания. Но если ребенок полностью здоров, как можно спрашивать? Вы будете делать прививки? Вы не будете делать прививки? Мы все в обществе живем. Я считаю, они должны быть обязательными. Обычные прививки. Я сейчас не говорю про вот то, что придумали. Это, конечно, знаете, все можно связать. Получается какая-то просто дичь, каша. Получаются обычные детские прививки. А вот от туберкулеза, от кори. Хочешь, делай. Хочешь, и не делай. Тебе предоставлен выбор. А вот от барановируса, получается, скоро будет всем обязательно прививка. То есть у тебя уже не останется выбора. Хочешь ты, не хочешь. А я считаю, что, допустим, детские прививки, они... Так у нас будет более защищенное общество от болезней, если всем это обязательно делать. В общем, это такая... Я ответила, думаю, на ваш вопрос по поводу того, что делают ли БЦЖ в Украине. Делают. Кто хочет. Как Амиран себя чувствует. Спасибо большое всем. Тоже сегодня читала до того, как закрыла комментарии. Прошу отнестись с пониманием, когда я их закрываю, потому что... Ну зачем мне это надо? Портить свои нервы. Раз. Второе. Начинаются вот это вот... Политические диванные войны двух сторон. Пытаются друг друга загрызть. Я не хочу этого всего. Я хочу жить... Мне и так, знаете, нелегко. Так как себя чувствует Амиран? Мы пришли домой. Температуры... Ну, я не чувствовала, что он прям горячий. А вот сейчас к вечеру, когда он проснулся после дневного сна, было 38,5. Ну, то есть температура... Я не могу сказать, что он прям выздоровел. Утром не было, мы вышли по солнышку, прогулялись. Сейчас опять температура. По всей видимости, все-таки это какой-то вирус. Так, все. Не забывайте, друзья, ставить лайк, подписаться на канал, кто еще не подписан. Всем доброй, мирной, тихой ночи и сладких снов, кто будет смотреть уже это видео перед сном.